Всем доброе утро, всем бодрое утро. Мы сегодня с вами разговариваем про очень интересные вещи. И периодически буду туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я детский стоматолог, если кто не знает, Мария детский психолог. И мы сегодня сегодня будем говорить про психологию, немножечко про стоматологию на стоматологическом приёме. И поговорим мы в том числе про адаптацию, про работу со страхами, про подготовку к первому приему, если ребёнок не готов, не знает, к стоматологу его никогда не водили. Также мы поговорим в ситуациях, когда ребёнок уже водили к стоматологу, но опыт этот был не очень хороший. Ребёнок его запомнил и себе отложил в подкорке, что это был негативный опыт, и стоматолога он особо не любит. И что будем делать мы с таким ребёнком у себя на премии, мы тоже постараемся рассказать. Мы с Марией очень точно подошли к подготовке сегодняшнего прямого эфира, составили подробный план, по которому мы будем по пунктам аккуратненько идти. Потом, если вдруг у вас появляются какие-то вопросы, вы обязательно можете их записывать. Также, соответственно, как мы с Марией куда-нибудь на листочек в конце нашего сегодняшнего прямого эфира, можете их задать, мы с вами их разберём. Если вдруг кто не проснулся и не хочет слушать меня с утра, а хочет слушать меня чуть-чуть попозже, для вас такая возможность будет, потому что прямой эфир будет сохранён в течение 24 часов, и на том, и на другом аккаунте можно будет посмотреть. Нет, мы будем всегда сохранён. На всякий случай предупредил. Ну, собственно, поехали. Начнём мы с чего? Мария? Начнём мы с подготовки к стоматологическому приёму, если ребёнок идёт к стоматологу первый раз. Наверное, такой основной вопрос, да, нужно ли готовить ребёнка к походу к стоматологу, нужно ли вообще его предупреждать, разговаривать с ним об этом, как-то использовать какие-то техники приёма. С точки зрения психологии однозначный ответ, да, нужно. Чем это связано? С тем, что ребёнку важно знать о том, что с ним будет происходить. Потому что многие страхи и тревоги связаны именно с чувством неопределённости. Когда, например, родители не предупреждают ребёнка о том, что вы собираетесь в стоматологическую клинику, у ребёнка могут возникнуть страхи, связанные с новым человеком, с доктором, с определённой обстановкой в клинике. Минуточку, говорят, что-то плохо слышно, Мария. Итак, нужно обязательно готовить ребёнка и рассказывать ему о том, что вы собираетесь пойти. Здесь, конечно, действуют правила такой золотой середины, что нужно информировать ребёнка, но ни в коем случае его не запугивать. Дело в том, что если ребёнок идёт к стоматологу в первый раз, скорее всего, его тревоги и страхи будут связаны с эмоциональным состоянием родителя. Если родитель сам боится посещать стоматолога, если во время разговора, во время подготовки он, например, говорит ребёнку, не бойся, или нужно будет потерпеть, у ребёнка могут возникать ощущения такого подвоха, что нужно будет терпеть, чего нужно будет бояться. Поэтому таких выражений, слов нужно избегать. При этом важно говорить ребёнку правду. То есть если ребёнок вдруг спросит вас о том, может ли быть больно, вы можете сказать о том, что да, действительно, в какой-то момент может быть неприятно, но это терпимо, то есть это не какие-то очень сильные болевые ощущения. То есть это можно пережить, что родитель рядом с ребёнком будет врач, что он его поддержит. Для подготовки детей можно использовать различные варианты. Можно, например, вместе смотреть мультфильмы. Особенно это подходит для маленьких детей дошкольного возраста. Есть разные мультики. Например, есть советский мультик «Птичка Тари» про крокодил, который лечит зубы. Есть серии про Кроша, который тоже идёт на приём к стоматологу. Это мультик «Смешарики». Есть мультик про профилактический осмотр со свинкой Пеппой. Есть мультик «Лёлик и Болик». Все эти мультфильмы важно смотреть вместе с ребёнком. Не оставлять его одного наедине во время просмотра, а обязательно обсуждать с ним, что происходит. Также можно использовать различные игры. Опять же, в дошкольном возрасте ведущая деятельность – это игровая. То есть именно с помощью игры ребёнок усваивает социальные отношения, различные жизненные ситуации. Существуют игрушки специализированные, стоматологические. Наверное, самый яркий вариант – это пластилин, плейдо. Там есть такая челюсть с зубами, разные стоматологические инструменты. Ребёнок может попробовать на себя роль стоматолога. То есть он пробует не только роль пациента, когда он окажется в стоматологическом кресле, он как бы пациент. А здесь он может побыть в роли доктора и узнать вообще, что это такое. Есть игрушка-кролик-стоматолог, о ней кто-то писал в комментариях к этому эфиру. Это прямо такая миниатюра кресла стоматологического, где ребёнок может тоже проиграть. На самом деле, не обязательно покупать специализированные игрушки. Как правило, у детей очень хорошо развито воображение. Они могут представить любые бытовые подручные предметы в виде стоматологических инструментов и на игрушке на родителях проиграть предстоящий опыт. Можно использовать такую драматизацию тоже, что ребёнок, например, лечит родителей, лечит игрушку, потом родители, например, проводят ему осмотр. Можно использовать стоматологическое зеркальце, которое можно купить в аптеке. Это, например, будет интересно для ребёнка, потому что он сможет сам посмотреть свои зубки, у него будет практически вот такой настоящий стоматологический инструмент. Здесь ещё важно сказать, что если ребёнок идёт к стоматологу первый раз, конечно, здорово, чтобы первый осмотр был безболезненный, безболезненный, то есть такой профилактический. Это просто какой-то осмотр или гигиена полости рта, чтобы ребёнок мог познакомиться с доктором, мог познакомиться с клиникой, мог познакомиться с обстановкой, которая есть в клинике. Дело в том, что почему возникает страх? У детей очень такое острое восприятие, намного более яркое и чувствительное, чем у взрослого человека. Когда он попадает в новую обстановку, действительно может пугать всё, то есть звуки, запахи или какие-то там крики других детей, новый взрослый. И, соответственно, если вы приходите первый раз на профилактический осмотр, то есть где точно не будет никаких болевых ощущений, то, соответственно, у ребёнка будет возможность часть тревоги своей снизить. И потом уже в этом контакте с знакомым врачом, которого он знает, ему будет проще, например, пережить уже какие-то там болезненные ощущения или там приятные процедуры. Можно я немножко перебью и добавлю даже? Просто очень часто и доктора сталкиваются с такой проблемой, может быть, или не проблемой. И родителей тоже я достаточно часто такие встречаю и пытаюсь их понять, но не всегда это не получается. Когда они приводят ребёнка как раз-таки на непрофилактический осмотр, а первое пресечение стоматолога связано уже с непосредственной необходимостью зуба по лечи. То есть раньше никогда к стоматологу ребёнок не ходил, а вот сейчас нужно обязательно пойти, потому что уже зуб заболел, уже надо сходить к стоматологу, куда деваться. Изначально такой приём наверняка связан со стрессом на ребёнка, потому что у него уже болит зуб, он уже понимает, что что-то нужно сделать, чтобы зуб не болел, а что нужно сделать, он понятия не имеет. И в большинстве случаев и ситуации родители даже понятия не имеют, что нужно сделать, чтобы зуб не болел. И вот такой тандем, не знающий ребёнок, боящийся, не знающий родитель тревожный, приходит на приём и очень часто требования от родителей в первый же приём что-то полечить, что-то сделать, что-то помочь. Поверьте мне, я всем сердцем хочу помочь ребёнку, всей душой прям, чтобы у него ничего не болело, чтобы у него боль прошла, чтобы он ел спокойно, чтобы он спал спокойно. Но если это первый его диет к стоматологу, то решить проблему здесь и сейчас будет крайне сложно. Это просто практически невыполнимая миссия для большинства детей. Особенно стремиться к нулю – это невыполнимость, если ребёнок маленький, если сильно напуган. Напуган он может быть в том числе родителями, если у него нет стоматологического опыта, а родители ему уже подготовили его, рассказали о том, что будет, может быть, вспомнили своё детство, и ему даже истории понарассказывали. Вот с таким ребёнком будет очень сложно. И я очень прошу, прямо кричу, прямо вам, родители, пожалуйста, не давите на доктора, не пытайтесь в первый же приём провести лечение. Уровень доверия к доктору у ребёнка в первом посещении на нуле. Вообще, вот там, ниже плинтуса. Это незнакомый для него человек. Довериться незнакомому человеку, чтобы незнакомый человек тебе залез в рот, очень сложно. Ещё сложнее, чтобы незнакомый человек залез в тебе в рот, и там пробыл, так скажем, минимум полчаса или где-то час. Это очень сложно. Поймите нас, родители, пожалуйста, услышьте. В первый приём желательно, в идеале он должен быть действительно профилактическим, как Мария сказала. То есть, впервые к стоматологу нужно прийти, когда ничего не болит. Несмотря на то, что ничего не болит, прийти к стоматологу надо. Просто посмотреть, просто познакомиться. В случае, когда уже что-то болит, чаще всего первый приём заканчивается ничем, с точки зрения родителей. Но это большой шаг в общении с ребёнком, с точки зрения врача. Потому что мы познакомились, мы ему показали инструменты, мы ему рассказали, что будет в следующий раз. Мы прямо его всего умаслили, он расслабился, успокоился, начал нам немножко доверять. И вот в следующий приём уже, возможно, будет что-то с маленьких шажочков потихонечку начать лечить. Но не сразу в первый приём. Вот такой вот крик души, простите, Мария, что перебил. Да, ну, это такое логическое продолжение нашей беседы. Наверное, стоит перейти к следующему этапу. Что же, собственно, делать, если вот страх уже есть. Допустим, ребёнок пришёл к стоматологу без какой-либо подготовки, испугался, перепугался, сразу сделали какие-то медицинские болезненные процедуры, и в следующий раз ребёнок наотрез отказывается идти. Ну, во-первых, стоит сказать, что чувство страха, оно вполне естественно и нормально. Да, то есть если до посещения стоматолога, там, первого, мы говорим о проявлениях тревоги, то есть ребёнок, ну, в незнакомой обстановке испытывает такое напряжение. Да, он ещё не знает, чего он боится, но как бы понимает, что чего-то можно бояться. Да. То чувство страха – это уже конкретное, да, это уже такое вот предметное состояние, то есть ребёнок знает, что он может там бояться боли или бояться каких-то ощущений неприятных, да, там, какой-то вибрации, или ему неприятно, что действительно чужой человек там как-то вот так вторгся в его личное пространство. Что здесь можно делать? Есть такой вид психотерапии, которая называется арт-терапия. Это терапия с помощью творчества и искусства. Арт-терапия очень хорошо работает с детскими страхами. И самое главное, что эти техники можно использовать и, ну, родителям, да, то есть есть такие простые техники, которые родитель может применить со своим ребёнком и попробовать проработать это состояние страха. Что можно делать, да? Можно страх нарисовать. Это использование разных образов, да, то есть рисунок страха или если вы вылепливаете страх из каких-то материалов, помогает ребёнку отделиться от этого состояния, да, то есть когда ребёнок боится, такое ощущение, что страх полностью завладевает им, то есть он как бы разливается, да, например, там, по всему телу, вот такое ощущение. А если ребёнок, например, нарисовал свой страх или вылепил его из какого-то материала, он может увидеть этот страх со стороны. Да, как это процесс творческий, ни в коем случае нельзя ограничивать ребёнка, да, то есть вы можете предложить ему краски, например, сказать, там, вот ты боишься, да, давай подумаем, какого цвета твой страх, да, или какой он формы. Ребёнок может просто начертить отдельные линии, отдельные каракули. Да, если ребёнок уже, ну, постарше, говорящий, там, 5-6-7 лет, с которым можно уже так обсудить, можно пытаться поспрашивать, да, вот что именно его напугало в прошлый раз, да, может быть, ему было больно, или его напугал вид каких-то стоматологических инструментов, то есть немножко с ним эту тему развить, да, пообщаться. Что важно? Помимо того, что мы с помощью вот рисунка, да, или лепки, мы отделяемся от этого страха, то есть мы уже видим, да, вот что, есть вот этот вот образ, мы должны его обязательно преобразовать, или от него избавиться. Если мы избавляемся от образа, то мы предлагаем ребёнку, например, этот рисунок порезать, или порвать, или родители притокают, забрать этот рисунок, это вот пусть твой страх останется пока у меня, да, вот я твой страх забираю, всё, он теперь со мной, ты от него свободен. Или есть второй вариант, мы можем преобразовать этот страх, то есть мы, например, можем добавить к нему какие-то смешные элементы, или весёлые элементы, например, там, если это какое-то такое, какое-то пятно тёмное, да, например, похоже на какого-то монстра, можно добавить, не знаю, там, глазки, улыбку, цветочек. То есть ребёнок должен понимать, что он управляет ситуацией, да, что он может с этим страхом каким-то образом обращаться. Такие творческие деятельности, такая творческая деятельность, как рисование, как лепка, она позволяет выплеснуть вот эти вот эмоции, и сам этот процесс, он снижает уровень тревоги. Второе, что можно делать, это если у ребёнка был негативный опыт с определённым врачом, да, например, то можно прямо вот нарисовать стоматолога, да, с которым был этот неприятный опыт, вот, и, например, перерисовать ему что-нибудь смешное. Это тоже позволит, там, не знаю, большие уши, например, разобразить. Это тоже позволит ребёнку как-то, ну, немножко по-другому пережить вот тот негативный опыт, который у него был. Ну, и, конечно, если у вас был негативный опыт с определённым врачом, ну, например, не знаю, это была, там, женщина, да, то, например, в следующий раз лучше пойти к стоматологу мужчине. Если, например, это был, там, взрослый, да, там уже такой пожилой доктор, например, то лучше пойти к молодому, да, то есть чтобы у ребёнка не сохранился, ну, поменялся этот опыт, да, если там вы были в какой-то одной клинике, где не сложилось, да, можно пойти в другую клинику, чтобы у ребёнка не накапливался вот этот вот негативный эффект и, может быть, сформировались немножко другие ожидания. Можно также использовать технику создания амулета. Если зубик уже болит, да, например, вы можете с ребёнком этот зубик слепить или нарисовать зубик, который, например, там, с дырочкой, да, можно сказать ребёнку, что вот, в зубике там поселяются микробики в этой дырочке, они вызывают эту боль, ты пойдёшь к доктору, и он тебе этот зубик вылечит и поставит помпочку, да, и вы вместе, например, или лепите из пластилина этот зубик, да, и там поселяете чёрный какой-нибудь микробик, да, как червячок такой, а потом, например, этот зубик вылечиваете и берёте с собой, как некоторый символ, который защищает, оперегает ребёнка и который даёт ему ощущение вот этой вот безопасности, ощущение того, что этот опыт можно пережить. Что здесь важно, да, важно, конечно, не пытаться бороться со страхом ребёнка, да, потому что когда, например, родитель говорит, что не бойся, ничего не будет, а вообще чего ты боишься, да, что-то такое, или, например, говорит, что такого вообще бояться не надо, вот никто не боится, я не боюсь, никто не боится. Ребёнок чувствует, как будто, что его эмоции неправильные, да, что как будто бы он испытывает что-то вот не то, что должен испытывать, но ребёнок уже испытывает страх, да, то есть он уже испытывает эту эмоцию. И задача взрослого – не подавить эту эмоцию, да, не показать, что она несущественна или не нужна ребёнку, а рассказать, как с ним можно справиться, да, и в первую очередь это, конечно, контакт с этой эмоцией, то есть взрослый должен сказать, ну, да, да, я понимаю, что тебе тяжело, что тебе сейчас сложно, да, расскажи, что тебя напугало. И именно принятие со стороны родительки этой эмоции поможет ребёнку с ней справиться. То есть ребёнку очень важна на этом этапе поддержка взрослого. Если даже вы, например, сходили к врачу, и этот опыт оказался неудачным, да, то есть ребёнок, например, отказался от зубного лечения, очень важно ребёнка в этот момент не ругать, не наказывать, а проговорить с ним то, почему так получилось, да, и может быть, спросить, что его напугало, спросить, что с ним произошло. Если вы ругаете ребёнка, да, если вы его наказываете, этот опыт только закрепляется. То есть в следующий раз он ещё меньше будет желать и хотеть пойти к врачу. Что касается таких мотивационных монетов, да, нужно ли дарить ребёнку подарки, как вообще мотивировать ребёнка на лечение, здесь, опять же, важно не использовать негативную мотивацию. Да, то есть не говорить ребёнку, что будешь плохо себя вести, я тебе стану стоматолог, я тебя накажу, да, или там будешь, там, не будешь чистить зубы, там, они все, там, разрушатся, да, то есть нужно делать акцент на позитивных моментах, да, что там, если будешь чистить зубы, они будут крепкими и здоровыми. Если ты будешь хорошо вести себя у врача, то он, ему удастся там легче и быстрее с тобой поработать, быстрее он справится со своими задачами. Не нужно дарить ребёнку очень обещать таких золотых гор за посещение стоматолога. Действительно важно поощрить, да, то есть особенно если предполагается какое-то уже такое вот лечение, предложить ребёнку выбрать какой-то подарок, да, чего он хочет. Самым таким идеальным вариантом является впечатление, да, например, поход куда-нибудь, или поход в зоопарк, или поход в дельфинарий. Материальное подкрепление, оно может терять свой интерес, да, то есть ребёнок там может сказать, а, мне нужны мне никакие игрушки, да, например. А впечатления, они всегда новые, они всегда необычные, и вряд ли ребёнок от этого откажется. Почему не нужно обещать каких-то существенных вещей, да, то есть там каких-то золотых гор, потому что в таком случае ребёнок будет понимать, что вообще вот эта ситуация лечения, она какая-то очень необычная, да, то есть вот что-то происходит прям, не знаю, что-то очень страшное, почему мне обещают такую награду, да, за это. То есть всё-таки поход в стоматологу, это, ну, рутинная, обычная процедура, и в зависимости от того, как настроен родитель, да, что вот если у него у самого есть ощущение, ну, вот, безопасности, ощущение спокойствия, ощущение доверия к лечащему врачу, то, скорее всего, ребёнок тоже будет спокоен. Он не будет сильно переживать и нервничать. Если родитель, наоборот, настроен негативно, он боится за поведение ребёнка, он не доверяет врачу, да, он не согласен с какими-то этапами лечения, то, скорее всего, это эмоциональное состояние, оно тоже будет передаваться ребёнку, и ребёнок будет вести себя на приёме хуже. Я немножко дополню про отрицательную и положительную мотивацию. Как правило, положительная мотивация чересчур выражена, вот то, о чём говорила Мария, и обещает золотые горы, и что только не обещает, и Fortnite играет потом весь вечер, всю ночь, и вот телефон я тебе отдам, и сладости будешь есть, прямо вот в кресле, вот стоматолог сидит рядом, мама говорит ребёнку, и потом конфеты будешь есть целыми днями, и я такой, а ничего, что я здесь сижу, и сладко как бы не очень полезно, и не нужно его так есть. Это положительная мотивация. С другой стороны, когда включают родители отрицательную мотивацию, ты думаешь, да лучше по нему конфеты обещали, потому что отрицательная мотивация у родителей, как правило, очень-очень пугающая. Ребёнок уже тревожный, ему уже страшно, у него уже доверия к доктору нет, а родители начинают говорить, что потом будет хуже, потом зубы будут болеть сильнее, потом они вообще развалятся, выпадут, или потом их будет лечить дольше, и больнее тоже будет лечить, потом это всё будет болеть, и игрушек ты не получишь, пока вот зубы все не вылечишь, и с кресла вообще не встанешь, и никуда я тебя не отведу. И ты тоже такой сидишь и говоришь, и вот после этого они предлагают мне работать с ребёнком, чтобы его полечить прямо сейчас, прямо сейчас первое посещение. Как правило, часто я раньше в таких ситуациях остался в стороне, предпочитал не вмешиваться в отношениях родителей к ребёнку. Сейчас, как только начинается такая вот тирада отрицательной мотивации, я предпочитаю родителей вежливо, но сразу перебить и сказать о том, что, знаете, пожалуйста, не надо, отрицательная мотивация не сработает. Дети в таком возрасте, речь идет о детях 3-4-5, иногда постарше лет, они не умеют думать на перспективу, и то, что у них будет что-то плохо, им ни о чём не говорит. Особенно меня смешит иногда ситуация, когда родители приводят ребёнка к стоматологу, у него ничего не болит, бывают такие дети, ничего не болит, но лечить нужно очень много, и причём лечение достаточно серьёзное и продолжительное. Но у него ничего не болит и никогда не болело. Я вот этих детей сам спрашиваю, что пришёл? Они пожимают плечами и говорят, не знаю, я говорю, родители привели, ничего же не болит? Нет, не болит. Дырок нет? Нет, нет. Сладко ешь, ем. Зубы не чистишь? Нет. Молодец. То есть у них не было того эпизода в прошлом, который их бы мог смотивировать. То есть когда родители говорят, что зубы заболят, или зубы заболят сильнее, это для детей пустой звук. Они этого не испытывали, они этого не знают, они представляют, что будет, если зубы заболят. Поэтому я родители перебиваю и как раз-таки читаю маленькую лекцию, буквально двухминутную, о том, что отрицательная мотивация в данной ситуации работать не будет вообще или всё работает наоборот. Пожалуйста, давайте будем думать о чём-нибудь хорошем и мотивировать только положительно. Вот. Ну, давайте, наверное, перейдём к вопросам, как происходит адаптация ребёнка в клинике. Расскажите, Дмитрий, какие есть способы, секреты детского стоматолога для того, чтобы заинтересовать ребёнка, для того, чтобы с ним познакомиться. Здесь у нас такие красивые игрушки. Расскажите, как вы показываете, рассказываете про всякие инструменты. А давайте расскажу. Просто уже был, по-моему, прямой эфир, но я за него, наверное, надо немножко извиниться, потому что там я больше, мне кажется, рассказывал для врачей, нежели чем для родителей. Давайте исправляться и буду рассказывать для родителей наших пациентов, как происходит адаптация, почему она важна, особенно для малышей или для тревожных детей. Первый контакт, вообще, в принципе, очень важен. И ребёнок, когда заходит в кабинет, он сразу оценивает, это вообще будет он с этим человеком дружить или нет, имеется в виду со мной. И оценивает он весь первый приём до самого конца. Первое впечатление, конечно, очень важно, но и то, что мы делаем с ребёнком в процессе первого адаптационного приёма, тоже очень важно. И была у меня на приёме замечательная девочка, которая тоже представила достаточно серьёзное лечение, и на первом приёме, когда я посмотрел её зубы, составил предварительный план, озвучил там маме, папе, не помню уже, кому именно. И девочке тоже говорю, как же это было там? Ну что, мы с тобой в следующий раз начнём чистить зубы, грубо говоря, или лечить уже какой-нибудь зуб. Девочка на меня так смотрит из-под лоби. следующего раза может и не быть. Я такой, окей, хорошо, я тебя понял, понял. То есть, я некую границу, может быть, перешёл, уже слишком близко подобрался, так скажем, к ней, и мне пришлось потом сделать шаг назад. Но в итоге, всё замечательно, Вера у меня прекрасно лечится, если вдруг мама её смотрит, или она сама, большой Вере привет. Это я всё к чему? К тому, что первый, контакт очень важен. И возвращаясь к мысли о том, что в первое посещение желательно не делать практически ничего, тоже давайте разберём поподробнее. Со стороны родителей, да, может показаться, что вообще происходит какая-то ерунда. Мы пришли к стоматологу зуб лечить, а тут какая-то клоуна-то происходит, зубы не лечат, что-то показывают, играют водой, фокусы показывают, водой брызгаются. Что происходит? Ну, как мы с Марией пытаемся вам рассказать уже на протяжении практически получаса, этот этап очень важен. И с точки зрения врача-стоматолога это большой шаг навстречу такому ребёнку. Почему? Потому что доверие, если было на нуле, то потихонечку мы начинаем его завоёвывать, потихонечку мы даём ребёнку понять, что он пришёл сюда, можно сказать, добровольно, что против его воли с ним делать ничего не будут. Если он скажет стоп, остановится. Если он скажет больно или подаст какой-то знак, что ему неприятно, доктор остановится и насильно делать ничего не будет. Что права ребёнка, можно сказать так, не ущемляются. Это очень важно показать. И в первый приём как раз таки мы пытаемся окутать ребёнка с заботой и показать ему примерно всё то, что будет в следующий приём, таким образом, чтобы он максимально в этом участвовал и опять-таки чувствовал себя ну не властелином в ситуации, конечно, нет, но чувствовал, что на неё может повлиять. То есть, чувствовать свою активную позицию, что на самом деле он тоже, он не просто пассивно лежит и с ним происходит в этом моменте что угодно, а то, что он может влиять на ситуацию, и то, что если вдруг что-то пойдёт не так, он находится в контакте с врачом и врач всегда очень трепетно следит за этими сигналами и готов в любой момент прекратить лечение, ну не лечение, а процедуру, которая происходит. Расскажите, как вы общаетесь с пациентами, потому что мы сегодня обсуждали то, что родителям важно предупреждать ребёнка о том, что будет происходить, как это реализуется в кабинете врача, предупреждаете ли вы о том, что сейчас будет происходить, как вы поддерживаете ли вы какой-то словесный контакт с ребёнком, чтобы у него было вот это вот тоже ощущение безопасности. Да, хороший вопрос. Вообще, я привык думать, что когда мы встречаемся с новым человеком, мы с ним начинаем учиться говорить практически на новом языке, потому что все мы люди разные и на разные вещи обращаем внимание, разные вещи для нас важны, как для ребёнка, так и, собственно, для врача. поэтому изначально нужно искать какие-то универсальные такие ключи, на которых удобно общаться всем, и врачу, и ребёнку. Чем младше ребёнок, тем больше он общается вербально. Я просто... Закончится второй эфир, сейчас второго эфира, давайте на первый. вербально, невербально, вербально – это когда руками, невербально – это когда нападут. Невербально – это мимикой, жестами, а вербально – это совами, как бы слово. verb – это же слово. Действительно. Значит, невербальный язык для детей очень важен. То, что мы показываем жестами, то, что мы сами можем показать знаки, те, которые может дать ребёнок, чтобы дать нам понять, что-то идёт не так соответственно как только ребенок ложится в кресло и более-менее там с ним покатались включили мультики я пытаюсь вам показать что вот надо сделать тотал если вдруг не так вот надо поднять правую руку если у тебя что-нибудь во рту невкусное вдруг мы обязательно помоем только руками терпеть не надо если вдруг тебе где-то сильно ударило причинила что-нибудь там колется ай-ай-ай левую поднимаешь на самом но не слишком высоко чтобы не залепить ассистенту и мы тоже останавливаемся спрашиваем что такое что случилось и дальше не продолжаем если вдруг а такое иногда бывает потому что мы работаем увеличение не всегда видим поднимает какую руку там ребенок я прям предупреждали если ты чувствуешь что он поднял внимание на нее никто не обращает паниковать не стоит надо резко сказать так а громко и резко прикрепить даже так немножечко покричать дети в принципе все не прочь поэтому с радостью на это соглашается только необычно коротко и звонко а тоже говорит и не говорить произносит такой звук я должен останавливаться и неплохо бы потренироваться даже в тех ситуациях когда вы знаете и видите что не будет ничего болезненного но вот сказать попробуй подними все-таки руку вот если тебе зеркалом силе тяну попробуй подними руку он поднимает руку восстанавливается все вероятнее у него появляется ощущение безопасности некой он управляет ситуацией он действительно может на вас повлиять что не будет такого что ему не больно вы будете подражать нас верить зуб вот это очень важно на мой взгляд также для чего еще нужен первый прием когда мы по мнению родителей ничего не ничего не показываем полезного вообще ничего не происходит на приеме есть такая методика налаживания контакта с ребенком собственно попытка разговаривать на его языке методика называется tell show you расскажи покажи сделаем именно в такой простой сначала рассказываем потом показываем так потом делаем чаще всего мы рассказываем показывает на себе либо на вами не на самом ребенке и только потом показываем уже на самом ребенке и тоже с ним это делать но простой пример почистить зубы щеткой с пастой но даже без пасты мы сначала рассказываем что у нас есть щетка показываем еще маленькую пушистую похоже на цветочек держи щетку ребенок держит щетку пока ребенок держит щетку мы берем наконечник говорю что вот машинка который будет щетку крутить вот так вот она жужжит и свистит включаем наконечник он действительно начинает чуть-чуть свистеть потом говорю смотри сейчас будет фокус вставляем щетку наконечник включаем щеточка крутится круто чистим себе палец чистим палец родителям и потом добровольно ребенок может сам уже тянуть вам палец для того чтобы щеткой вы почистили его это опять взгляд со стороны больше стоматолога родители на все это смотрят со стороны давайте стороны родителей стоматолог будет сначала очень много болтать очень много болтать и рассказывать какую-то ерунду но вы должны понимать что стоматолог в этот момент пытается разговаривать на языке ребенка не надо в такие ситуации критично осуждать может быть про себя даже и думаешь что что-то идет не так какая-то ерунда вообще в зуб пришли пострелить быстро и залепить доктор что-то там показывает очень долго нет наберитесь пожалуйста терпения это достаточно важный этап когда слова у стоматолога закончится он будет демонстрировать то что будет происходить дальше покажет инструменты покажет щетку покажет наконечник и может быть попросит вашего участия для того чтобы вы пожертвовали свой один палец для того чтобы почистить его щеткой потом ребенку будет проще согласиться отдать свой палец чтобы его почистили щеткой а то и всю ладошку чтобы не можно было пощекотать и было смешно вот какой конкретный пример как раз то что собственно предупреждает появление страха то есть что если бы всего этого не происходило то есть то что может как показаться какой-то холонады или чем-то лишним то есть если всего этого не происходит у как раз у ребенка могут и появится страхи а когда его очень аккуратно бережно на его языке с такой вот его детской игровой позиции вводят ситуацию лечения он ощущает это состояние заботы и он понимает что ничего страшного на самом деле не произойдет и дальнейшем он будет с удовольствием бежать к врачу и вообще чтобы там пальчик почистили какие-то интересные инструменты показали поиграли вообще с ним интересно пообщались девочку можно ногти накрасить вообще отлично два в одном и салон красоты и и стоматология но все-таки наверное самые большие такие вот страхи опасения у ребенка формируется за счет болевых ощущений расскажите как это происходит а то есть бывают какие-то для ребенка действительно болезненные моменты стоматологии насколько сильно могут быть выражены неприятные ощущения то есть вот сталкивается ли с этим ребенок в итоге конечно же сталкивается и это любимый вопрос родителей о том а чем будет анестезия а укол будет причем они не стесняются и не говорят об этом не так как я сейчас полголоса или шепотом они прямо при ребенке или на в кресле они прямо так и спрашивают а чем будет обезболивать укол то будет я такой но надо сказать такое небольшое лирическое отступление что помимо того что я очень подробно обсуждаю некоторые правила и знаки общения с ребенком я пытаюсь родителям буквально пару слов в самом начале знакомства ставить о том что в этом кабинете есть определенные слова которые под запретом если вы хотите что-нибудь спросить то спрашиваете либо очень тихо чтобы ребенок от не услышала либо придумывать какие-нибудь синонимы которые будут звучать благозвучно и не вызовут ни у кого подозрений это первый момент и второй момент там если наверное с которой родителям сложно смириться и свыкнуться в кабинете стоматолога главный стоматолог вот дома вы можете быть главным это не вопрос или ребенок дома может быть главным такие стасы тоже бывают но в кабинете стоматолога главный стоматолог не стоит чего-то в приказном порядке говорить ребенку стоматологу точно не стоит но ребенку не стоит дети должны понимать что ну как сказать у них должен быть авторитет врача да и должен быть один источник так скажем информации указывающий то есть кто-то говорит я делаю если не говорят два человека а говорят они иногда разные вещи я не понимаю кого слушать и не понимаю что делать что в таких ситуаций не было постарайтесь без особых на то причине вмешиваться в разговор ребенка стоматолога и помните о том что стоматолог голову вот теперь непосредственно про боль это было релическое вступление относительно того какие слова нельзя произносить про боль несмотря на что мы с вами живем 21 веке 2020 году есть ситуации когда подготовка к лечению и само лечение могут вызывать дискомфорт и могут быть болезненными для ребенка но мы сейчас поговорим только о боли когда боль будет и мы не можем ее избежать первый вкол анестетика боль будет у каждого ребенка разный полевой порог и для каждого ребенка бой будет ощущаться по-разному кто-то может вообще не обратить внимание кто-то может закатить такую истерику что никому не покажется мало как будет в итоге не знает никто стоматолог поверьте мне тоже не знаю вот пришел ко мне ребенок впервые мы раньше анестезию не ставили как он реагирует на нее я понятия не имею честно вы тоже не знаете несмотря на то что родители говорят и думают что они знают своих детей прямо вот от корки до корки они знают какая будет реакция но очень часто на незнакомые какие-то манипуляции реакция новая для детей для родителей в том числе так вот и все к тому что первый вкол анестетика даже в 2020 году он все-таки болезненный разной степени болезненности но все равно болезненный мы стараемся его максимально замаскировать намазываем сначала поверхностный анестетик аппликационной анестезией так называемую прикладываем очень-очень холодную палочку чтобы заморозить буквально слизистую прям буквально заморозить слизистые и в этот участок где немножко потеряночистительность сделать первой вкол и первый вкол он буквально полсекунды я об этом тоже говорю и ребенку и родителям полсекунды нам не нужно сразу первым вколом добиться полного не менее нет нам нужно чуть-чуть обезболить слизистой в том месте где мы уковали это буквально и убрали и сразу не показывают ни анестезию не сам карты не шприц него упаси господи не показываем конечно у куфи меня пчела вот после этого после первого вкола по сути все оставшиеся лечения для ребенка будет безболезненным потому что последующую порцию анестезии мы ставим то же самое место которым уже нас этих подействовал и больно не будет и потом сколько бы мы анестезии не добавляли это любимый вопрос детей на сколько еще будет заморозок последующие заморозки верно чувствовать в большинстве случаев не будет а если и будет чем сделать поднимет руку и скажет я в этот момент останавливаюсь ничего не делаю но это такая простая ситуация когда ребенок может чувствовать боль и по сути она так скажем рутинная ну то есть на каждом время каждого ребенка который впервые пришел к стоматологу мы с этой ситуации сталкиваемся есть случаи когда мы можем сделать так чтобы более не было совсем либо было минимальное ее количество так скажем но для этого нам иногда понадобится помощь не всегда мы сделаем и сразу иногда нам помогут поможет запись кислорода закись азота кислорода все правильно все правильно вот нам она может помочь а каких ситуациях идет речь если вдруг зуб долго болел до обращения к стоматологу то есть один-два дня сначала как это часто бывает к сожалению наших реалиях ребенка пичкает обезболивающим вот на третий день когда уже никакие обезболивающие не помогает можно идти к стоматологу прямо это тоже такой небольшой крик души пожалуйста так не делайте при малейших признаках какого-то какого-то дискомфорта или боли как можно быстрее обращайтесь к стоматологу так вот на третий день когда зуб уже наболел выболел переболел просто вот дико когда может быть уже появится отек небольшой то есть воспалительный процесс распространяется за пределы зуба и выходит по сути в то место где мы обычно и ставим анестезию и вместе где есть воспалительный процесс местные анестетики действует не так хорошо сколько бы мы их не ставили там одну-две-три карпулы все равно будет болезненность пожалуйста услышите меня родители сколько бы вы не ставили это связано как раз таки с тем что воспалительном очаге анестетик очень быстро разлагается и действует не так хорошо чем нам тут помогает запись азота кислородная седация не ошибся ура седация усиливает действие местного анестетика то есть раньше он действовал так вот седация действует вот так и хорошо кроме того седация позволяет нам отвлечь внимание ребенка то есть он меньше сфокусирован на том что происходит в пост рта он больше смотрит на мультик больше смотрит это бегемот кстати на бегемота который широко открывает рот он больше сконцентрирован на своих тактильных ощущениях вот жамканье вот этих вот антистресса он вообще улетел ему пофиг что там происходит во рту несмотря на то что у него отек на ему сейчас зуб удаляет он на это будет внимание обращать минимально а если обратить им можно обратно об и куда-нибудь отличишь и что-нибудь другое рассказать то есть в таких ситуациях закись нам очень сильно помогает на всякий случай скажу что сейчас я говорю именно о седации записи это не наркоз это маска которая надевается на нос ребенок остается в сознании ему очень хорошо ему очень классные маски пахнет замечательно у него такие лихие руки и вообще прекрасно и в таком состоянии дети вообще даже не всегда понимают и вспоминают о том что им зуб удалили даже то есть такая чудесная вещь к сожалению помогает она не всем не на всех действует так как я сейчас рассказал и чем младше ребенок тем хуже действует записи записи это не волшебная палочка то что такое невыше физическое отступление закись по большому счету работает за счет чего из-за того что она углубляет усугубляет то состояние в котором находится сейчас человек то есть если ребенку провели адаптацию ему показали мы пощекотали ладошку ему хорошо светло тепло мухи не кусают он смотрит трех котов и все здорово вот ему маску нахлобучили ему стало еще лучше он еще больше углубился в это состояние комфорта и безопасности и вот тогда с ним можно делать почти все что угодно и лепить из него все что угодно если ребенок помладше толком еще сам не разговаривает он тревожный ему даже не страшно тревожный про то о чем вначале говорила мария ему тревожно он не понимает чего ждать еще старше принимать ожидать лишь бы не грохнулась такое состояние тревоги у ребенка он садится в кресло если попробовать надеть ему вот эту маску запись азота скорее всего это закончится тем что он не захочет надевать будет себе не скидывать насильно маску надеть невозможно но если попытаться порой бывало такое что родители на этом наставили то для такого ребенка тревожного запись азота переведет его в состоянии такого персерка то есть он перевозбудиться еще сильнее будет очень активно двигаться очень громко кричать и не будет позволять с собой делать ничего даже несмотря на то что мы вроде бы делать уже ничего не хотим с ним вот этой ситуации про боль ну то есть такой обычной ситуации ребенок принципе испытывают какое-то такое локальное болевое ощущение при анестезии о котором его заранее предупреждают и на это принципе все заканчивается она длится вот полсекунды а все остальные процедуры они направлены на то что если же какая-то ситуация такая немножко патовая да что когда чтобы уберечь ребенка от лишних неприятных ощущений уже принять специальные дополнительные методы которые просто необходимы данном случае и без них ребенок как раз опять же просто скорее всего эмоционально морально уже не справиться с этим лечением необходимы эти методы на взгляд стоматолога со стороны родителей иногда у них нет необходимости на взгляд родителей потому что но вроде бы вот ребенок лежит красиво все нормально ставьте анестезию удаляйте зуб в чем проблема я не понимаю вот в жил себе добрый стоматолог гости я просто таких детей видел не раз не 2 не 3 и 10 не 20 гораздо больше я представляю и знаю что сейчас после первого вкола анестетика вот это спокойное состояние но завершится и дальше не будет очень сложно как-то ребенку помочь потому что доверие ко мне в него подорвется после анестезии а после той ситуации когда ему допустим обещал что будем точно точно не больно точно точно ничего не почувствовать и вдруг вроде бы все они мило все классно но я начинаю удалять зуб ему больно потому что зуб наболевший потому что есть воспаление а ему больно доверие вжух рухается вниз рухается нет такого слова падает падает вниз и действительно боль отсутствие доверия я родители заранее предупреждаю что в следующий раз скорее всего он ко мне приходить не захочет давайте все таки еще раз подумай может быть зайти все таки вот ну пожалуйста ну пожалуйста но практически вот так я уже почти умоляю ну дайте мне пожалуйста помочь вашему ребенку так чтобы это было не больно это с моей стороны выглядит так у меня внутри раньше не говорят нет ну эти вот садисты какие-то нет найн и я предупреждаю действительно что доверие ему будет будет больно в следующий раз он возможно ко мне не захочет просто приходить кабинет родители говорят все нормально давайте но в итоге получается к сожалению все так как я предупреждал и в дальнейшем если требуется еще какое-то лечение для такого ребенка то устраивать с ним контакт приходится с нуля приходится подключать арт-терапию про которые говорила мария и прорабатывать все эти страхи убирать их то чтобы снова получить доверие ребенка для комфортного его лечения ну наверно то о чем мы сегодня говорили да это про то что когда ребенок родитель приходит к стоматологу по факту вы приходите лечить не зуб приходится лечить ребенка и это самое главное самое важное что нужно учитывать все факторы и в первую очередь эмоциональное состояние ребенка как наладить с ним контакта как максимально избежать каких-то тревог страхов а тем более болевых ощущений которые могут закрепиться и в этом плане врач является как раз экспертом и он устраивает свой контакт и свою работу именно так чтобы это прошло максимально безопасно то есть врач действительно является авторитетом и когда он что-то предлагает предлагает это не потому что он хочет нам ну просто поиграть с ребенком там ну так развлечения да или там какую-то предлагает процедуру лишнюю да это все делается именно для того чтобы вот эти страхи не возникали чтобы действительно с ними потом не нужно было работать и ребенок шел к стоматологу с удовольствием и вообще не боялся врачей у него не накапливался такой негативный опыт а вот вообще каких-то контактов с людьми со специалистами чтобы он мог в любой ситуации даже лечение чувствовать себя свободно и хорошо и спокойно и адаптированно и ничего не боялся это моя неверия сейчас подвела просто итог под всем нашим сегодняшним эфиром и мы переходим наверное я сейчас прошу подсказки мы наверное переходим ну давайте на пару-то ответим у нас по времени вопрос сколько посещений дозволено на адаптацию дозволено какое слово классное ну наверное минимум от одного вообще все индивидуально мы не можем в данной ситуации именно если речь идет о количестве адаптационных посещений заявить только что допустим там два и не больше все по желанию родителей это может быть 3-4-5 посещений просто нужно понимать такой ситуации что если прогресса в общении с доктором у ребенка нет то дальнейшие посещения будут по сути бесполезны но не бесплатно первые три посещения как правило до третьего по моему они бесплатно то есть первое посещение это просто консультация допустим знакомство с ребенком если необходимо адаптация следующие посещения можно что-то поиграть можно что-то показать что-то поделать третье посещение тоже если вдруг во второе ничего не удалось мы продолжаем адаптацию начиная с четвертого посещения если мы что-то пытаемся делать но ничего не получается эти посещения платные поэтому мы конечно говорим родителям о том что если повторить свои мысли динамики в общении с ребенком нет никакой он как не заходил в кабинет так они заходит или как нет так и не открывает то толку дальнейших адаптационных приемов принципе нет и нужно рассматривать другие варианты лечения а так ограничений жестких нет другие варианты это получается лечение под наркозом ну как правило да так но вопрос там больше не было просили сохранить эфир мы сохраним его и поздравляли с праздником профессионально да спасибо мы врачи и точно не был вопрос какой-то видел там больше про форму спрашивали про форму да вот такой гном ворчу видите и это моё счастливое лицо вот ну просто наверняка вопросы будут потом появляться да мы сохраним его в посте как бы после сохранен поэтому когда можете пересматривать ответьте просто на вопрос видите есть какой-то вопрос повторить пожалуйста вопрос или повторите да это будет быстрее еще эфир по страхам мы все рассказали что вы хотели еще услышать расскажите про страхи сформулируйте запрос более конкретно а мы ждем повтора вопроса ребенок боится открыть рот думаю что задыхается хороший вопрос наверное я позволю на него ответить мария сначала что это за фобия такая ну здесь действительно нужно разбираться в причинах то есть ребенок боится открыть рот только в ситуации стоматологического лечения или ребенок в принципе боится открывать рот и какое-то время находиться с открытым ртом какой момент времени это появилось с какими жизненными событиями это было связано здесь нужно конечно более детально изучать этот вопрос откуда появился этот страх и уже с ним работать если есть какие-то подобные панические например страхи реакции то можно обратиться к специалисту и психологу и проработать этот страх отдельно вместе со специалистом я не помню что 4 года ребенка я небольшой пример еще и собственного опыта приведу не совсем боялся ребенок задохнуться была другая ситуация когда ребенок однажды чем-то подавился и как раз таки настолько сильно подавился что едва-едва успели оказать помощь и у него с этим состоянием как раз таки закрепился выраженный страх если что-то постороннее появлялось во рту то у него начиналась буквально паника и в таких ситуациях мне кажется нужно как раз таки обращаться за помощью психотерапевта и прорабатывать эти моменты потому что стоматолог вряд ли чем-то может в эти моменты помочь вот такой вот ответ на ваш вопрос да здесь иногда бывает вот со страхом вздохнуться проблем с питанием когда дети например боятся есть твердую пищу это вот такой комплексный вопрос где нужно смотреть что помимо этого происходит с ребенком то есть как еще и страхи тут дмитрий клан следующий вопрос а как родителям понять дошел кариес до пульпита или нет но если родители не стоматолог это будет достаточно сложно потому что даже мне иногда не всегда понятно при взгляде на зуб подошел ли кариес до пульпита или нет для того чтобы точно ответить на этот вопрос нам нужен обычный снимок нам нужна проба проба холодовая когда мы просто холодную палочку прикладываем зубы смотрим на реакцию ребенка если зуб реагирует на холод и эта реакция быстро проходящая зуб скорее всего живой и можно отделаться кариесом бывают ситуации когда уже в процессе лечения мы принимаем решение о том что это не просто кариес уже пульпит потому что убираем размягченные кариесные ткани убираем 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 оп тут уже пульпа это тоже иногда бывает неожиданностью для стоматолога и для родителей тоже но предугадать это не всегда возможно соответственно родителям это предугадать вообще практически невозможно родители во время приема находятся в вашем кабинете да по желанию в клиниках dental fantasy не каких-то строгих правил нахождение родителей в кабинете если ребенок сам просит чтобы мама папа осталась покладила ножку по присутствовал поддерживала ради бога если при этом родители не вмешивается в лечебный процесс не проявляет свой авторитет не начинает командовать пожалуйста то есть родители предупреждают что если вы будете ниже травы тише воды пожалуйста я не против бывают ситуации когда дети устраивают концерт и называют на публику и публика это непосредственно родители то есть ребенок начинает рыдать плакать страдать и смотрит при этом на родителя то есть как я отреагирую ему совершенно не важно ему важно как отреагирует мама и он требует таким образом от нее внимание таких ситуациях я подхожу к маме на ушко и сообщаю о том что ранее что ребенок пытается манипулировать и прошу провести вот такой маленький эксперимент чтобы мама вышла из кабинета она в любом случае если захочет очень сильно может понаблюдать по камерам если очень хочется можно попросить об этом администраторов а так я не против можно находиться так дальше какие слова не говорить или наоборот какие правильно говорить чтобы не испугался ну это мы как раз про это тоже говорили в начале эфира о том что когда вы предупреждаете ребенка информируете его о том что вы собираетесь к стоматологу ребенок очень четко реагирует на ваше эмоциональное состояние действительно то как вы себя ведете как вы общаетесь в этот момент с ребенком не стоит говорить таких фраз как не бойся да там тебе нужно будет потерпеть что ничего страшного не произойдет как правило ребенок в таком случае слабливает не содержание вашей речи что не надо бояться а то что вообще-то чего-то видимо нужно бояться да потому что вообще про страх зашла речь про то что ситуация стоматологическом кабинете может вызвать какие-то неприятные эмоции что что-то может произойти плохое здесь скорее важно прорабатывать именно саму ситуацию на уровне действий да то сможете очень подробно рассказать ребенку что будет происходить до что вы приедете в клинику что вы зайдете в кабинет а что ребенку нужно будет сесть на специальное кресло что ему нужно будет открыть рот что ему нужно будет какое-то время посидеть с открытым в том что там доктор будет выполнять определенные процедуры что он может потрогать зубик то там специальной палочкой посмотреть на зубик зеркальцем полить зубик водичкой да то есть просто на уровне действий чтобы ребенка было ощущение предсказуемости и понимание того что с ним будет происходить старайтесь говорить с ребенком о стоматологическом приеме да это собственно первичный прием максимально спокойно да что это не какое-то событие всей вашей жизни вот это какая-то рутинная история чтобы что вы придете ну вот на такого досмотра спасибо большое всем что были извините что не на все вопросы ответили как всегда очень много пока